Чтобы не повторять ошибки подобных совещаний и отчетов докладов, давайте договоримся по конкретным вопросам, которые сегодня на слуху и волнуют государство в целом. В санкции введены беспрецедентные санкции. Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе. Мы выдержали эти санкции. Но, как я говорил, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Первый вопрос – как банковская система реагировала на это беспрецедентное санкционное давление, агрессивное санкционное давление, как была мобилизована банковская система. Второй вопрос – очень важный вопрос. Похоже, мы его также преодолеваем. Меры по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям, поскольку ситуация в этом плане усложнилась. И тут не от нас зависит. Больше зависит от наших партнеров иностранных банков. Но, тем не менее, вроде бы справляемся, но есть отдельный момент, и я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. Поэтому, хотелось бы услышать и ответы на эти вопросы, как мы здесь справляемся. По экспортно-импортным операциям, понятно, 75% выше у нас в мире. Расчетов осуществляется с использованием доллара и евро, токсичных для нас валют. Реальный сектор экономики – извечная проблема. Национальный банк пытается проводить более жесткую политику. Правительство, субъекты хозяйствования и так далее просят, чтобы она была помягче. Вопрос доступности кредитов – центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики. В свое время мы были чуть ли не новаторами, инициаторами неких новаций в развитии банковской системы – Белкарт, ЕРИП, система передачи финансовой информации, потом сервисы мгновенных платежей, по-моему, так они назывались, как обстоят дела. Понятно, что будущее за Азией и повестку мирового развития сегодня задает Азия. Это не просто направление на держать фокус и внимание, как у нас здесь развивается ситуация в сотрудничестве с азиатскими банками, с азиатскими экономическими субъектами, какие предпринимаются Национальным банком в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию. Вопрос во времени – не упускали ли мы здесь времени. Следующий вопрос – интеграционные проекты с Российской Федерацией. Все ли здесь выполняется в связи с нашей договоренностью. Ну и инфляция. Инфляция, она во многом зависит от Национального банка, но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, ну, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Рост цен, инфляция – это вопросы всех уровней власти страны. Конечно, Национальный банк здесь традиционно определяющая структура, не будем от этого отказываться, но оценка Национальным банком ситуации с инфляцией, ростом цен – критерий один. Не только букварь экономический, который мы все с вами внимательно изучали, но и от жизни. Вот от жизни. Все опытные люди, поэтому хотел бы услышать вашу оценку. Давайте договоримся кратко, чтобы мы вложились вовремя. Давайте обсудим эти вопросы. Начнем с председателя. Александр Главович, я, наверное, как Вы обозначили вопросы, в таком порядке и буду информировать. Что касается мобилизации банковской системы, задачи, которые мы поставили перед банковской системой, это, во-первых, самой банковской системе адаптироваться к новым условиям по всем направлениям, обеспечить свою устойчивость, обеспечить финансовую стабильность на рынках и при этом помочь адаптироваться к новым реалиям нашим предприятиям, реальному сектору экономики. Вот, собственно говоря, по двум этим каналам мы и работали. Когда была ситуация крайне сложная, мы скрывать не будем, Валерий Иванович был участником всех этих встреч. Мы буквально один раз в неделю обсуждали, какая ситуация, определялись, что может и что должна делать банковская система. И таким образом с той непростой ситуацией справились, я считаю, что очень достойно. Если смотреть... Валерий Иванович, справились благодаря профессионализму банковских работников, но и потом вы не забудьте сказать объективно, что нам помогло справиться. Не все же мы такие великие оказались. Наверное, что-то в мире происходило не только негативно, а какой-то и негатив, по-моему, помог нам справиться. Если это есть... Александр Иванович, никто в отдельности результатов не достигает. Результаты достигаются в экономике, когда есть общая, целенаправленная, хорошо скоординированная работа правительства, национального банка, банковской системы, всех других институтов. Валерий Иванович, я тут намекал больше на внешний фактор. Это понятно, что вы сказали. В части внешних факторов, безусловно, у нас произошли процессы перераспределения торговых потоков. Если смотреть по цифрам, я уже не буду приводить... Я понял, я это имел в виду. Да, да.